Здравствуйте дорогие друзья! Вы находитесь на канале Infinity Weapons Craft. Нам, крафтерам, приходится много работать различным электроинструментом. Сегодня затронем тему, как избежать повреждений электрошнура. А если это произошло, то как его отремонтировать так, чтобы это больше не повторялось. У меня в руках находится мой гравёр Dremel, которым я постоянно работаю уже на протяжении года. Как видите, оболочка шнура у основания уже повредилась. Это произошло из-за того, что я работал им зимой в холодном помещении. Оболочка шнура сделана из материала, который при отрицательных температурах деревенеет, становится твёрдым. А у основания самая подвижная его часть. Поэтому оболочка лопается и со временем провода оголяются. Что же нужно, чтобы этого избежать? Не храните инструмент в холодном помещении, даже если вы работаете в холодных условиях. А после работы всегда заносите инструмент в дом. Всё на самом деле очень просто. Но что делать, если неприятность уже произошла и оболочка повредилась? Сейчас я вам покажу два простых способа, как решить эту проблему. Первый способ покажу на этом гравёре. А второй на электролобзике Dexter. Для этого нам понадобится термоусадка диаметром 6 мм. Термоусадка диаметром 8 мм. Зажигалка. Ножницы. Нож. Шлицевая отвёртка. Специальная отвёртка вот с такой насадкой. Маркер. Изолента. И линейка. Итак, первый способ. Нам нужно разобрать гравёр. Внимание, не следует этого делать, если инструмент находится на гарантии. Иначе у вас его не примут, так как будут видны следы стороннего вмешательства. Как отремонтировать инструмент, не разбирая его, я вам покажу на лобзике. Начинаем. Для начала нам нужно выкрутить все болты, которые держат корпус. На этих местах были наклейки. Их пришлось снять, иначе вскрыть гравёр не получится. Снимаем крышку корпуса. Вот так гравёр выглядит изнутри. Нужно освободить шнур от крепежа. Выкручиваем болты и снимаем фиксирующий хомут. А шлицевой отвёрткой высвобождаем концы проводов. Готово. Снимаем резиновый кожух. Нужно избавиться вот от этого участка оболочки. Маркером для ориентировки делаем отметки на проводах. Затем берём нож и надрезаем ненужную оболочку. Теперь можно её снять. Выравниваем оставшийся конец. Замеряем участок шнура от конца оболочки до отметок. И добавляем один сантиметр. Это и будет та нужная длина, которую нужно отрезать от 6-ти миллиметровой термоусадки. Надеваем термоусадку на шнур. Выравниваем один конец по отметкам. А другой должен одеваться на оболочку. Примерно на тот самый сантиметр. Проходимся зажигалкой. Готово. Повторяем действие ещё раз. Затем ещё раз. И, наконец, берём термоусадку диаметром 8 миллиметров и проделываем всё то же самое уже с ней. Вот что у нас получилось. Всего мне понадобилось 3 слоя 6-ти миллиметровой трубки и один слой 8-ми миллиметровой трубки. Получилась вот такая вот оболочка полноценная. Устанавливаем на место шнур и собираем корпус. Инструмент готов к работе. Берём лобзик. Так, он у меня на гарантии, поэтому ни в коем случае нельзя срезать оригинальную оболочку. Отрезаем с запасом термоусадку и разрезаем её вдоль. Одеваем на шнур, а излишек просовываем в резиновый кожух. Берём 8-ми миллиметровую термоусадку. Делаем всё то же самое. Заготавливаем кусочек изоленты. Оборачиваем термоусадку вокруг первой. Фиксируем конец. И напоследок обматываем её изолентой. Всё готово, лобзиком можно работать. Вы спросите, а почему в этом месте нельзя просто обматать изолентой? Да всё просто, дело в том, что термоусадка создаёт гибкость и эластичность оболочки, чего нельзя добиться одной изолентой. Какой из этих способов окажется долговечнее и надёжнее, покажет нам время. Об этом я обязательно расскажу в одном из будущих роликов. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!